Пьесы, сюиты, романсы, симфонии, сонаты, музыка, неподвластное времени. Сто лет назад на Бобруйской земле родился талантливый композитор Владимир Аловников. В жизнь белорусов он вошел с подзывными отечественного радио. «Родима моя дорогая» – каждое утро миллионы жителей просыпались под мелодию его песни. 15 января знаменитые строки доносились и со сцены областного театра. «Родима моя дорогая» Детская школа искусств номер 2, которая носит имя Владимира Аловникова, к празднованию юбилея композитора подошла основательно. На протяжении всего года на городских площадках не стихали произведения автора, а воспитанники школы со всем старанием исполняли его песни. Каждое музыкальное мероприятие посетил и сын знаменитого отца – Игоря Аловникова. Это были концерты в стенах нашей школы. Это был большой отчетный концерт на сцене Дворца искусств города Бобруйска. Это был, конечно же, заключительный концерт творческого проекта, который получился таким большим совместным с участием Модилевской городской капеллы под управлением Сергея Лещенко, который состоялся в театре. В рамках 100-летнего юбилея в стенах школы прошел и конкурс юных пианистов имени Аловникова, который впервые получил статус республиканского. Среди 120 участников со всей страны одними из лучших стали и воспитанницы школы – Лиза и Настя Кожан, лауреаты первой степени в номинации «Фортепиано-ансамбль». Несмотря на юный возраст, сестры не раз становились лауреатами высших степеней и на международных конкурсах. Таких высот маэстро достигли благодаря упорству и старанию. А еще хотели исполнить мечту. Моя мечта была – это сыграть, научиться играть с Настей в четыре руки. Ну и как, исполняется мечта? Да, уже исполнилась. Впереди у одаренных ребят школы Аловникова еще немало побед, в достижении которых им помогут не менее талантливые преподаватели. Кто знает, может, они превзойдут своего вдохновителя. Но уже сегодня знаменитому земляку исполнился бы 101 год. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Побрусь к 360.